Всем привет! Сегодня мы с семьей собрались поехать в Логопарк или Логопарк. Данный парк был основан в 2012 году на месте стихийной мусорной свалки. Его организовал предприниматель Сергей Кушнарев. В детстве, как он рассказывал, ему негде было играть. Он играл на этой свалке, всегда мечтал, чтобы на этом месте появился ландшафтный парк. Находится этот парк в окрестностях Камень-Шахтинского района. Мы выдвигаемся с города Ростова-на-Дону. Посмотрим, сколько займет времени дорога. Примерно, грубо говоря, до Камень-Шахтинска от Ростова ехать в размере полутора часов, может часа. Едем мы первый раз. До этого ни разу не были. Как раз-таки посмотрим, что можно было сделать на месте мусорной свалки. Подъезжаем мы уже к этому месту. Вот, находится на старой станице. Осталось 2 километра. Посмотрите, тут природа, конечно, вообще зашибись. Приехали мы в это место. Вот, старая станица. Ну, вот, в этой станице располагается наш лагопарк. Так, ребята, вот здесь такая вот парковка с местами. Охранники встретили. Сейчас посмотрим. Налево, нам говорят. Налево. И на свободное место. Так. Ну, вот, мы запарковались. Собственно говоря. Значит, здесь вот бесплатная парковка получается. С парковочными местами в субботу. Сегодня суббота. Проблем не было. Вот, мы запарковались вообще спокойно. Посмотрите, что человек сделал. Замок целый. Много, кстати, людей с детьми, с колясками. Да? Сейчас будем входить, посмотрите. Ребят, представляете? Часы. Кстати, часы точное время показывают. Я так понимаю, еще что-то строится. Какое-то еще здание будет. То есть, парк расширяется реально, ребят. Сделано здесь, как говорят, что типа как русские народные сказки. Вот, в стиле казачьем. Кстати, вот, обратите внимание на забор. Вот такой вот забор. Четыре звезды написано. Парк Лаган. Тут, скорее всего, вот в этом месте сидит администратор. Вот. Название. Вот такой вот лось встречает нас в парке. Пошли мы коленем. Вот, собственно говоря, мы входим в сам парк. Получаются разные развлечения. Установленные. 3D всякие. Посмотрите, какой фонтан. Вот, ребят. Такая в старинном стиле табличка. Детская площадка. Пошаговая, видите, здесь сколько шагов написано. Из дерева сделано красиво. Ребят, мы здесь вот рыба кормят золотых. Корм загружают, монетку кидаешь. А сколько стоит? 10 рублей, да? 10 рублей. Такие дела. И кормят. Слушайте, ну людей здесь реально много. Ну вот, места красивые. О, смотрите. Идолы. Такая вот лужайка. Вот такая красота. Вот везде играет музыка с таких вот колонок. Что, вам нравится здесь? Ну, Андрей Андреевич нравится. Посмотрите, какой ландшафт красивый. Вы представляете, здесь на этом месте когда-то была свалка. Вот. И такую красоту совершенно бесплатно сделали вот в Ростовской области. Очень интересные камни. Говорят, они вообще привезены. Представляете? Высажены все искусственные растения. Представляете, сколько здесь работы сделано? Слушайте, ну красота, конечно, вам даже не описать. Это место я рекомендую всем к посещению. Здесь очень красиво. Даже деткам, вот смотрите, бегают. Посмотрите, какая мусорка. Мусорное ведро сделанное, видите, в таком стиле. Здесь у нас колодец. Вот такой вот колодец. Очень все красиво. Что скажешь вообще? Класс. Советую? По сравнению с зимой? За что мы будем? Лето вообще. Что-то делаем. Вот ездят здесь, значит, вот такие вот электромобили, электрокары, да? А я не знаю, они, видать, устраивают как экскурсию или что-то непонятно. Ну да, скорее всего, как экскурсию они устраивают. Такие дела. Деревья, беседки, ребят. Можно, пожалуйста, приехать. Спокойно сесть, посидеть. Здесь мангальные зоны. Куча искусственных прудов. Вот такая скульптура Буратины. Ну, видимо, почему не трогать? Не трогать почему? Потому что, видите, нос-то у Буратины уже натертый. Мама дорогая, ничего себе, сколько их у них было! Есть такие же золотые рыбки. Ну вот, посмотрите, какая сова. Такая сова красивая. Из русских народных сказок. Здесь кривые зеркала, открытые с 8 до 21. А, вон они, кривые зеркала, ребят. Слушайте, интересно вообще. Везде надписи скульптуры руками не трогать. Ну, это правильно. Вот такая красота здесь. Посмотрим более детально, рассмотрим. Вот, собственно, зеркала, которые показывают по-разному изображения. Вот, видите? Коты или зайцы это, видишь? Здесь сделали такое препятствие. Давай, аккуратно, аккуратно. Ура! Люди переходят. Собственно говоря, здесь в кривых зеркалах очень красиво. Красиво работают они вот с 8 утра, с 8.30 до 21. Ну вот, поскольку вечером уже просто поздно ночью, тут ничего не видно будет. Хотя здесь везде есть освещение. Вот фонари, они размещены по всему парку. Вот они, вот такие фонари по всему парку. Так что, ребят, здесь и вечером будет не темно. Вот, значит, подходим к домику Бабы-Яги. Слушайте, как выполнено тут все интересно. Посмотрите. Скульптура, да, и домик. Вот такой вот домик Бабы-Яги. Вот, люди фоткаются, видите, и маленькие, и маленькие. Тут получается кафе. Слушайте, интересно, вот этот заведение сейчас зайдем. Интересно, вот такие вот лавки сделаны посреди дерева стоит. Идолы. Ну вот, богатырь такой. Классный богатырь. Вот так вот можно фотографироваться. Ставь. Там очередь просто берегу. Вот так вот. Ставь. Ага, это кафе сделано так. Виолет, это кафе здесь. Да. Ребята, вот такое кафе сделано здесь. Конечно, чтобы вы поняли, здесь нереальное количество мест, которые очень красивые. Я даже не представляю, как это все делалось. Посмотрите. Там мостик сделан. О, смотри, смотри, Лина. Мусорники меня здесь, конечно, прикалывают вообще. До одного края парка мы уже, короче, добрались. Получается, как второй вход, наверное, сделаны. Кстати, хочу обратить внимание, что в парке никто не распивает спиртные напитки и не курит. Ну, по крайней мере, вот сколько я шел, ни разу не видел этого. А так, конечно, здесь красота. Ну, ее просто не объяснить. Собственно говоря, вот второй вход. Вон там. Все. Пошли в обратную теперь сторону. Посмотрим, что у нас в обратной стороне. Так, в парке мы уже находимся полтора часа. За полтора часа мы увидели уйму интересных вещей. Скульптуры. Слушайте, тут даже народ культурный, понимаете. Все с детьми приезжают отдыхать без всякого там алкоголя, сигарет и так далее. Хотя здесь очень много мужчин, да, которые курят, я уверен. Ну, тем не менее, здесь приятно находиться. Здесь играет спокойная музыка. С детьми, я думаю, здесь одно удовольствие будет прогуляться. Поэтому, кто с Ростова, советую всем потратить полтора часа на дорогу. Мы добрались сюда в субботний день ровно за полтора часа. Приехали по навигатору, прямо на парковку. Нас встретил парковщик. Совершенно бесплатно. С парковкой проблем нету. Хоть посмотрите, здесь сколько много народу реально, но с парковкой никаких проблем. Нам не составило. А мы сразу заехали, сразу запарковали наш автомобиль. И спокойно пошли гулять. Вот. Реально здесь интересно. Сейчас идем в другую сторону парка. Посмотрим, что там. Пока дни впечатления, эмоции непередаваемые. Всем советую. Классный парк. Тут роспись деревянных игрушек. Это выбираем и сами расписываем, да? А вы помогаете? Да. С маслом тут все дела, видите? Можно, да, посмотреть? Такие дощечки. 200 рублей, да, стоит? Вот. Классная вещь, ребят. За 200 рублей можно расписать игрушку. Красивая аллея сзади. Здесь, значит, есть фонтан. Он сейчас почему-то по какой-то причине отключен. Не могу сказать почему. Все сделано в русском народном стиле. Здесь есть такой вот аттракцион. Сейчас покажу поближе. Посмотрим. Кстати. Вот, видите, подкова. Ее человек ведет. Надо довести до самого верха, да? Вот. Смотрим. Ура! Победа. А, тут по времени, да? Видите, не все так просто. Не все так просто. Вот. Так же здесь есть вот, не знаю, что это такое. Это пони? Это лошадь. Это лошадь? Это миниатюрная лошадь. Как-как? Вот так вот, ребят. Если я на нее сяду, ноги будут улипаться по земле, да? Не представляю. А сколько она, это для маленьких, да, детей получается? Максимально катаем до 20 минут. Бедная лошадь. Не предупреждает, что ничего не нравится. Синематограф. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Пойдем? Нет? Пойдем? Что это такое вообще? Синематограф. Синематограф 7D, подкова, касса. Это что такое? Прогулка. А что такое синематограф 7D, ребят? Там вообще 7D стоит. А, я понял. Иллюстрация сделана, короче, да? Как картинка, а внутри просто 7D кино, как в любом другом городе. Птичий двор. Посмотрим, что здесь. Опять же, все сделано красиво в русском стиле. Зайдем, посмотрим. Вот деревянные такие штуки. Смотрите. Попугай Ара. Значит, попугай Ара. Смотри, аккуратно, чтобы пальцы, если укусит, то откусит. Вот. Здесь, значит, разные птицы находятся. У нас серебряный фазан. Смотрите. Спит. Ребята, все это бесплатно. Вы представляете? Мне единственное, тяжело представить одно, что на этом, на всем месте когда-то была свалка. Кстати, вот, смотрите, на клюве у фазана одета какая-то пластиковая штучка. Ребята, если кто знает, оставляйте в комментариях, для чего это одето. Ваше предположение. Хостики разные. Посмотрите, как он близко. Эй. Представляете, гляньте, как близко подошел белый попугай. О, красота. А вот, гляньте, два. Это не разлучники, походу. Смотрите, смотрите, все делают. Целуются. Классное место. Тоже интересно. С попугаями. О, гляньте, какая необыкновенная птица. Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Ты кто такой? Какой красавец, а? Иди сюда. Иди сюда. Ну, круто, круто. Короче, ребята, одним словом, вот в этом месте здесь как мини-зоопарк. Здесь и обезьяны, и попугаи, и разные птицы. Все. Здесь, конечно, круто. Гляньте, какие петухи. Представляете? Это необычные. Карликовые. Кохи-ки-ки какие-то. Вон, вот такие куры. Представляете, посмотрите, какие они прикольные. Как в кино. Э. Значит, посмотрели. Птичий двор. Ну, собственно говоря, интересное место. Тут даже, я вам могу сказать, больше интереснее, чем в ростовском зоопарке по поводу там всяких птиц. Я думаю, что здесь даже птиц больше. Вот. Такое место. Вот. Такое место. В шоке. То, что здесь когда-то вообще была свалка. Я не могу представить, что на этом месте была когда-то вообще свалка. Представляете, человека хотел погулять в нормальном, красивом месте. Кстати, более того, он здесь живет рядом. Такое место. Такое место. Такое место. Такое место. Проезжает аттракцион. Вот. Катаются люди. Вот таким вот образом выполнен туалет. Табличка висит. Сударыня. Сударь. Прикольно сделал. Туалет. У нас проблема такая. Мы хотим узнать, есть ли для ребенка, где поменять. А, вот. А, вот, да. Вот. Для детей. Закрыто. Надо узнавать у кого. Узнавать. Платный туалет. Вот написано, видишь? Вот в таком все в древнем стиле выполнен. Короче, туалет. Стоит 20 рублей. Касса. Красиво. Красиво. Сколько? А сколько сколько? Бесплатно? Ага, да. Ничего себе. Вот так вот, ребят. Для детей бесплатно. И для инвалидов. Все правильно. Ну, заходи встань. Вот так вот. Представляете? Ну, что ты хочешь сказать? Вообще. Красиво. Все убрано, все чисто. Красиво. Красиво. Очень приятно, кстати. Обычный туалет стоит 20 рублей. Это единственное платное, что вообще здесь было. Но, ребят, согласитесь, туалет в таком месте, где очень много людей, большая проходимость, в принципе, должен быть платным. Если все остальное бесплатное, да? Кто будет его убирать за просто так? Я вообще удивляюсь, почему это место бесплатное. Смотрите, единственное, в чем плюс, здесь бесплатный туалет для инвалидов. Вот сейчас мы в нем находимся. И для детей. Там смена подгузников и так далее. Здесь все это бесплатно. В принципе, так и должно быть. И это очень приятно. И еще приятно, то, что здесь все чисто, убрано, реально. Не в каждом месте такое, даже не в каждом ресторане увидишь такой чистый туалет. Конечно. Классно. Детки. Блинецы. Вот места для людей здесь сделали, чтобы... А, ну, здесь, в принципе, кафешка, да? И места, любой человек может сесть, поесть. Здесь, я так понимаю, это уже... Слушайте, ребята, тут даже отель, короче, есть. Вон он. Вон он, отель. Это у нас рестораны и так далее. Отель. Проход закрыт, ведется строительство. Печка, на которой катался Иван Дурак. Я так понял, это вот здесь шашлычная поляна. Вот. Можно здесь купить шашлычок. Здесь вот люди стоят, покупают. Вкусный, наверное, шашлыч. Сейчас мы тоже попробуем. Вот. Так вот готовятся. И можно присесть и поесть. Сейчас мы дойдем до конца. Посмотрим, что там у нас. Собственно говоря, здесь сидят люди, отдыхают. Это как шашлычная зона, шашлычная поляна здесь. Здесь очень тоже классно, тихо, спокойное место. Кстати, здесь вот, я так понял, территория, где разрешены распития, напитки спиртные, сигареты и так далее. Вон, да, можно с семьей приехать, спокойно сесть, посидеть. Классно. Культурное, красивое место. Короче говоря, здесь шашлычная поляна. И также здесь ведется постоянно строительство. Что-то постоянно строится, парк расширяется. Раскрывается для посетителей как-то по-новому. Ну, сейчас вот мы, получается, дошли до того момента, где ведутся стройки у нас. Вот сейчас вот здесь все закрыто, но здесь вот и видно, что будет походу красиво. Строится еще какой-то дом. Вот. Сейчас может быть... А, там рабочий сидит. Вот видно, да? Куча камней. Ведется стройка. Вот, видите? Вообще, это жесть! Так что такие дела. Со всех сторон ведется стройка. Парк расширяется. Ребята говорят, что он был в половину меньше, вот, чем сейчас на данный момент. Так что, как-то так. Интересно, интересно, очень интересно сделано. Представляете, человек сделал это для людей. Просто чтобы вот так вот мы с вами ходили, отдыхали здесь. Это, кстати, многого стоит. Классно, классно. Очень классно, очень все круто. Реально нравится место. Ну, вот, в принципе, мы уже практически дошли с вами до конца. Смотрите, какая остатка. Дошли мы до конца. Что хочу сказать. Очень радует то, что парк бесплатный. Что люди могут сюда прийти спокойно отдохнуть с семьями. Я надеюсь, что он так и останется бесплатным для всех. Он расширяется. Реально крутое место. Короче, мы проголодались. Вот, идем в такое прекрасное место покушать. Сейчас посмотрим, как здесь готовят. Вот. Летняя веранда называется. Сейчас посмотрим вообще, как сюда с коляской подняться. Будем пробовать. Мы поднимались по лестнице. Тут, я думаю, наверное, есть где-то, продумаю. Сейчас посмотрим, что тут, как в итоге. Кухня. Здесь. Находится. Съезд с коляской тут так и нету. Короче, сели. В таком вот месте. Как называется место? Летняя веранда, да. Вот закуски. Что у нас тут по салатам? Салаты. Цены нормальные. Блюда на гриле. Овощи, стейк, плантс, рыбий стейк. Блюда с огня. Вот. Ну, в общем, такое меню нормальное. Сейчас мы будем заказывать. Ребята, ну вот и все. Собственно говоря, мы выходим с парка Лага. Замечательное место. С красивым дизайном, ландшафтным. Вот. Очень тяжело поверить, на самом деле, что здесь когда-то была мусорная свалка. Вот. Так что, что смогли, показали. Всем советую данное место. Приезжайте сюда, отдыхайте здесь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.